Что с вами? Вам плохо? Нет настроения? Все валится из рук? Достала рутина? Похоже, вы находитесь в кризисе. Не нравится вам ваше сегодняшнее состояние, не хочется вам менять жизнь. Но, с одной стороны, так происходит всегда, когда мы переходим из состояния в состояние. Та же, когда меняем старую добрую машину, теплую обжитую квартиру, привычную работу или переезжаем в новый незнакомый город. Мы хотим напомнить вам, что в действительности слово «кризис» вовсе не такое плохое. Оно означает новое начало. А вы знаете, что Эйнштейн вообще подпрыгивал от радости при слове «кризис». Вот что он писал. «Кризис – реальное благословение для любого человека. Кризис – это прогресс. Творчество всегда рождается из тоски, из кризиса», – писал он. «Как и день рождается из ночи. Без проблем жизнь становится рутиной, медленной агонией. В кризисе проявляется самое лучшее в нас. Кто преодолевает кризис, преодолевает себя». «Не хотеть преодолеть кризис – это значит пренебреть своим талантом», – вот так говорил великий Эйнштейн. А он редко ошибался. Смотрите, что сегодня делается во всем мире. Перевороты, кризисы, нестабильность, тревожное ощущение, что впереди нас не ждет ничего хорошего. Действительно, такой ситуации давно не было. Такой, вы правы, не было никогда. Потому что это предродовая ситуация. Вы знаете, каково еще одно значение древнегреческого слова «кризис» – рождение. Но рождение, скажете вы, это счастливое состояние. Это рождение. Ученые доказали, что зародыш ощущает давление, страх, тревогу, неуверенность непосредственно перед рождением. Он вдруг должен покинуть привычную теплую жизнь в утробе матери, когда все готово, стабильно, питание вовремя, отдых, сколько твоей душе угодно. И вдруг он чувствует давление. Он чувствует, что обязан выйти из матери. И она тоже не хочет и не способна удерживать его. Вследствие взаимного отторжения происходит процесс родов, и ребенок рождается. И рождается в светлом, прекрасном мире, где встречают его с огромной любовью. Он обретает новую жизнь на новой ступени. Чем мы отличаемся от этого ребенка? Ничем. Мы действительно находимся в предродовом периоде. Мы действительно на пороге новой, прекрасной жизни, где нас ждет тепло, любовь. Счастливая жизнь нас ждет, которой мы должны сделать первый шаг. Сами. Какой же это шаг? Продолжение следует... Продолжение следует...